Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Денков, я журналист интернет-издания Украинская правда. Сегодня мы совместно со Спильно ТВ проведем интервью с экс-главой ДПУ Корспирт Михаилом Лабутиным, который сейчас в розыске и которого сейчас разыскивает Интерпол. Я бы хотел начать из того, что вы так внезапно исчезли из больницы, сейчас вы в розыске в Украине и Интерпол вас разыскивает. Расскажите, как вы вообще попали в больницу, с чего все это началось? Ну, во-первых, еще не факт в том, что экс, это так думают и хотят, наверное, чтобы был экс и фальсифицируют всевозможным образом все документы. Ну, в больницу я попал как? Началось вот это все гонение, которое исполняла все налоговая милиция в лице Хоменко и всех людей, которые там это. Ну, начался плохо чувствовать. Обратился к врачу, проверили как бы мое состояние. Сначала попал в четвертую больницу, вот, пролежал там два дня. Потом врачи сказали, что как бы сделать тут ничего не могут, и мне надо переехать в другую больницу. Я, соответственно, переехал в больницу, откуда где, как бы все это и произошло. Я приехал туда, прошел обследование, меня, в принципе, сразу положили на операцию, там, шунтирование, как это она там называет. То есть провели операцию, перевели меня, там более часа длилась операция, перевели меня в палату. Вот для моей палаты сразу было выставлено 8 человек физзащиты со следователями, с прокуратурой, со следователями налоговая, которые ко мне регулярно заходили, то есть они меня охраняли круглосуточно. Вот как бы вот такая ситуация. А что произошло потом? Ну, я вас, я так понимаю, что вас вывезли бойца Эйдара. Вы, вы к ним сами обращались за помощью или как все это произошло? Они ко мне зашли в тот день, вот, и, как бы, у меня была информация, я это знал точно, что если я оттуда буду, они меня оттуда должны были сразу забрать в СИЗО. И в СИЗО неизвестно, вышел бы я уже или нет, потому что, как бы, информации достаточно много и все понимали, что если я начну говорить, то, как бы, все схемы вскроются и все станет понятно, как все работало до того и почему на сегодняшний день создаются вот такие условия и такое, как бы, уголовное дело. Причем уголовное дело не по мне, а по предыдущей команде. И они не заинтересованы были в том, чтобы в любом случае я там остался или каким-то образом находился где-то рядом. То есть, то есть вы не обращались к ним за помощью? Это их личная инициатива, они просто хотели вас защитить? Нет, почему? Они, ну, сколько мне известно, обратился трудовой коллектив в лице, как в профспилке, вот, за помощью, как бы, они меня спросили, я сказал да, что я бы хотел отсюда уйти. А от кого конкретно они вас защищали? От кого конкретно? От тех людей, которые на сегодняшний день конкретно ведут это дело и творят вот этот беспредел, который есть. Пофамильно вы хотите? Ну да, конечно, пофамильно. Ну, смотрите, кто, скажем так, давайте разберемся, кто раньше руководил всем этим процессом в Укрспирте. Это господи, это две группы, которые господин Аврамов, который всем известен, и господин Чеботарев, который был рядом с Захаркингом. Вот эти две группы руководили всем этим процессом. После того, как меня не стало на работу в Укрспирте, какие люди вышли? Все люди вышли те, которые работали и которые непосредственно делали схему списания левого спирта, выводили деньги и так далее. В частности, господин Довбеус сегодня находится в кабинете на работе, господин Покуляк на работе в кабинете, господин Далибожий, которого сегодня привели, это также их человек. Все понятно. Я этих людей не совсем знаю, это люди, которые на каких позициях работают вообще? Это Довбеус, это, например, начальник ревизорского управления, тот, кто отвечает за контроль за спиртом. Вот, ДП Укрспирт. Господин Далибожий, сейчас на сегодняшний день это зам генерального директора, который прошел суперспецкомиссию, непонятно какую в министерстве, был назначен за новым замом. Господин Сосницкий, это тоже человек, как бы, недалекий от них. Никаких вопросов там нет. Ну, а на данный момент, по вашей информации, есть какая-то борьба нескольких групп за Укрспирт? Или там вот те люди, которых вы назвали, которых курировал Аврамов и Чеботарев, и все, только эта группа борется за Укрспирт? Ну, подождите, Аврамов и Чеботарев? За Чеботаревом стоит господин Шопкин, это его крестный отец, зам генерального прокурора на сегодняшний день. Если вы видели два дня назад пресс-конференцию генерального прокурора и министра внутренних дел, то, если раньше в деле про титушку господин Чеботарев был, то на сегодняшний день он как-то исчез, испарился. То есть уже ни убийства Вербицкого, никого нет. Потому что это все прекрасно, я думаю, видеть и наблюдать. И, с другой стороны, господин Хоменко, который имеет полный цикл производства в Крыму ликероводочной продукции. И еще с тех времен они совместно, то есть господин Чеботарев поставлял на Крымспирт, на эти все предприятия. Вот эта группа совместно, плюс господин Иванчук, у которого на Крымспирте находится несколько установок по абсолютированию, 6 штук, которые все это время, на этих установках списывался левый спирт для водки, который производил Аврамов Чеботарев. Можете рассказать более конкретно, где эти установки находятся и как они работают? Значит, эти установки находятся, это Хоростков. Ну, все списывалось на одном заводе, на Хоросткове. Они есть и в Андрушевке, они есть и в Сумской области, они есть и в Житомирской. Но все происходило, вся операция происходила на Хоростковском спиртзаводе. Он мощный, один из самых мощных предприятий, на нем стоит линия по абсолютированию. Со всех заводов Западной Украины, ну не со всех там, скажем, с ряда заводов Западной Украины, Туда свозился чистый спирт для якобы производства биоэтанола. То есть по документам они его туда везли, документально производили биоэтанол и документально они его продавали там нефтяникам, неким фирмам, списывались на эти фирмы. Причем это все проверено, и та же налоговая милиция имеет там дело. А спирт на самом деле ехал на предприятия, которые производили левую воду. Я хотел уточнить еще, вы назвали нескольких людей, я так понимаю, несколько групп, так можно сказать. То есть если с одной стороны это бывшие курирующие там Юрия Иванющенко, скажем, а с одной стороны это налоговая Хоменко, они действуют сообща как бы или между ними есть какие-то... Или господин Иванчук, все они сообща действуют или как бы там есть... Ну смотрите, если взять так, господин Иванчук, господин Хоменко, они как бы члены одной команды, правильно? То есть господин Хоменко, насколько я понимаю, есть такая информация, что они с нашим премьер-министром родственники, у них они женаты на двух родных сестрах, а господин Иванчук они однокурсники, то есть это одна группа. Господин Аврамов работал с ними и тогда, когда они списывали на их оборудовании как бы спирт. Ну и соответственно работал и сейчас, и господин Аврамов бывал частым гостем у них в офисе. Вы имеете в виду в ДФС? Я имею в виду офис господина Иванчука. А, господина Иванчука, я понял. А какая связь между Иванчуком и Хоменко? Иванчуком и Хоменко? Да. Ну они же члены одной команды. Ну то есть Хоменко, родственники Яценюка, Иванчук, партнер, друг тоже Яценюка. Ну как бы тут мне кажется все понятно и логично. Что вы думаете по поводу нынешнего руководства Укрспирта? Ну исполняющего обязанности я имею в виду, назначенного. Ну я ничего не могу о нем думать, потому что, а я его не знаю. Вот, то есть человек вообще не из отрасли. Судя по тому, что он делает, ну как бы он понимания не имеет никакого. Те замы, которые там сидят, там лебедь, рак и щука, каждый тянет в свою сторону. Ну если вы видите, при нас работало 27 заводов, сейчас работает 5. И то еле-еле сводят Комцы с Комцами. Вот. Я знаю, что начинается там сокращение штата. То есть, ну как бы ничего хорошего с этого не будет. И сам господин Иванюк, насколько мне известно, говорит, что его единственная задача это приватизация. Его больше ничего не интересует. Его задача сейчас загнать максимально предприятия в долги и приватизировать. Сейчас готовится кредитная линия на 100 миллионов из их банка. Таким образом предприятие будет доведено до банкротства. Ну все. И забрано. Я так понимаю, когда работали схемы, которые курировали, так сказать, смотрящие там под Иванюченко, под Аврамова. Вы же в это время тоже работали на ГП «Укрспирт» заместителем, правильно? Можете рассказать, как все это происходило при хардке? Я работал относительно недолго. Да-да, я аж потом как бы ушел. Вот. Как это все происходило? Схемы две. Основные схемы зарабатывания денег на спирте, там две на «Укрспирте» самом. Это первое. То, что зарабатывалась официальная часть на, допустим, ликвидном спирте, который официально продается для водочных заводов, с которого платится акции. То есть, это все в прибыль, они за все это время вывели на сервейерские услуги. Это порядка 800 миллионов за 2013 год. То, что мы успели, ну, как бы, вытащить документы и так далее. То есть, 800 миллионов, то, что заработал «Укрспирт» за 2013 год, было все выведено на сервейерские услуги. И вторая схема, ту, которую я вам недавно только что рассказал, это по поводу списания спирта. То есть, они брали спирт, отправляли его якобы на переработку на хоростков. На самом деле, он шел на ликероводку. То есть, себестоимость, условно говоря, без НДС, а спирта была где-то порядка 7-8 гривен, пусть 8. А зачитывали ликероводочным заводом по 27 и потом по 31 гривню за литр. То есть, вы понимаете, да, разницу между 7 и 31 гривен? Плюс они, если вы помните, наклеивали на это водку «Казачок», вот этот дополнительную, типа акцизную марку, и как бы этим индефицитировали свою продукцию. Хотя полностью, конечно, рынок все равно не контролировали. А у вас есть информация, какие заводы сейчас находятся под контролем? Речь идет о всех заводах, как бы, или здесь есть заводы отдельно, которые не находятся под контролем смотрящих? Сейчас, в данный момент? Да. Но они все входят в одну систему. Как они могут быть не под контролем? То есть, она централизована, да? Однозначно, конечно. А вы можете объяснить, там очень долго проводилась вот этот переход из концерна в государственные предприятия «Укрспирт» некоторых заводов? Почему это так долго происходило? Ну, смотрите, когда было принято решение перехода, я же как раз в тот момент и работал, начался весь этот переход. Сразу перешли те предприятия, которые не были в состоянии банкротства. То есть, ушли сразу. Все остальные предприятия, которые были в состоянии банкротства, их невозможно было перевести, то есть, над ними надо было работать. Вот. Ну, соответственно, им это неинтересно было. Их для их заработка хватало. И они поэтому медленно, потихоньку это начали делать. Мы же, когда пришли, мы сразу 8 предприятий перевели. Ну, и дальше занимались как бы всеми остальными. Потому что из миллиарда 200 долгов, которые там есть на концерне, то как бы, ну, я думаю, реально процентов 70 – это надутые долги. То есть, это каждый директор, готовясь к приватизации еще в те времена, каждая группа надувала вокруг каждого завода сумасшедшие долги, понимая, что рано или поздно наступит приватизация, и они могут за долги это забрать. Поэтому вот этот миллиард 200 или миллиард 400 – это как бы, в основном, это надутый долг. Вы имеете в виду, миллиард 200 400 – это кредиторская задолженность? Да, это та, которая на концерне, не на ДП, а еще на концерне. Это общая задолженность. На ДП там 800-900 миллионов, по-моему, да? Ну, около этой суммы. На ДП? Да. На ДП вообще не было долгов, когда мы уходили. Ага. Ну, сейчас называют сумму 800-900 миллионов и говорят, что… Ну, значит, они уже ее надули. Там штрафов 900 миллионов, то, что насчитала ДФС, якобы, за производство. То есть они нам… Вот мы начали производить биотанол, то есть топливо. Они же нам заблокировали работу и на весь объем, который мы производили, они насчитывали акциз. Плюс есть фракция головного спирта, которую мы ввозили на переработку на свои же предприятия. И там Хоменко кричал, что это спирт, но на самом деле это отходы. И он туда также само насчитывал спирт. Вот таким образом они пытались, еще тогда начали доводить ситуацию. В принципе, об этом Белус и подтверждал это на всех совещаниях. То есть таким образом они доводили до монкротства предприятия. 900 миллионов, если есть, то это только чистые штрафы. Я понял. Просто нынешнее руководство говорит о том, что они тянутся уже давно, эта кредитеровская задолженность, и она… Это ложь. Это ложь. Вы утверждаете, что это ложь, да? Я гарантирую, что это ложь. На тот момент, когда мы там работали, там вообще долгов не было никаких. Если были какие-то задолженности по зерну, то они соответственно были в спирте, который лежал на складе. То есть понимаете, да, был баланс, долгов быть не могло никаких. То есть да, было какое-то количество зерна там взято под реализацию, но за эту сумму всегда у нас был запас спирта на складе. То есть как бы мы понимали, что в ситуации войны и того, что происходило в стране, мы должны были запастись спиртом для того, что если после Нового года начнутся перебои с газом, со светом, чтобы был запас, чтобы можно было удержать производство водки, уплату налогов, все это на плаву. Поэтому мы начали накапливать большие склады. Вы можете сейчас поднять справку и посмотреть, что склады залиты спиртом. Вы вспоминали Иванчука и говорили раньше про компанию Техинверсис. Техинверсис. Да. Это вот то, что вы говорили об абсолютировании, правильно я вас вспомнил? Да, конечно. Вот эта вот компания, на ней все было и завязано. Да, на ней все списывалось. Просто они, когда мы пришли, там у нас были с ними некоторые переговоры, они нам утверждали, что якобы они отдали, они всем говорят, что они отдали якобы укрспирту это оборудование, и они не знают, что там происходило. Именно на Хараскове в то время. Но это чистая ложь, потому что их оборудование управляется исключительно из их офиса в Киеве. То есть электроникой там так сделано, что все программное обеспечение находится у них. То есть это невозможно без них сделать. И плюс технически, возможность того завода не позволяла переработать такой объем, который был проведен под документом. Ясно. Ну, я хотел еще уточнить вот эти вот моменты по поводу уголовных дел, которые касаются вас. То есть вам известно, в чем вас обвиняют? Ну, насколько всем, как о нем везде в прессе есть, то уклонение от налогов каких-то 28 миллионов, которых не существует в природе, и каких-то 170 миллионов якобы украденных денег. Так что вы можете сказать по этому поводу? То есть откуда вообще взялись цифры? Я хочу сказать, что это полный бред. Никто же не проводит реальную проверку, никто ничего реально не делает. Вот смотрите, Минагрополитики после того, как это все случилось, они назначили свою комиссию. Достоверно знаю, что главе комиссии, бывшему начальнику кадров или начальнику, не не кадров, начальнику юр-управления Министерства АПК, сказали, что если он на меня нароет информацию, он станет замом в Укрспирте. А кто это? Блин, я сейчас не вспомню фамилию, но чуть позже могу там скинуть, не помню так по памяти фамилию. Он был начальником юр-управления Министерства Аграрной Политики. Акт они сделали, где это так? Его нету. Они там написали какие-то эфемерные суммы, непонятно. Ну то есть акт высосан с пальцев. Мы готовы его оспаривать в суде, где угодно, это все чистая ложь. То есть, ну, я был на комитете про противодействие коррупции, где поднимался также вопрос Укрспирта. И там был нынешний исполняющий обязанности, в том числе и аграрный министр. И он говорил об отчете на 52 страницы, которые нарыла так сказать, эта комиссия. Я хотел еще уточнить, вот вы когда пришли, когда вы возглавили Укрспирт, была информация о том, что многая документация была уничтожена предыдущими руководителями. Это правда? Конечно. У нас не было ни серверов, ничего не было на тот момент, когда мы пришли. Мы недавно общались с нынешним руководством. Они говорят, что после вашего ухода тоже исчезла часть документации, отчетности, 1С. И что произошло с этой документацией, и была ли она уничтожена? Слушайте, 1С остался на месте, никто его не уничтожал. А насчет документации, вся документация изъята налоговой милицией. У нас обыски были раз в день, как минимум. Нас забирали все, что есть, нам не давали работать. Мы по 3-4 часа занимались только обысками. Поэтому все, что изъято, на все акты, все изъяло налоговой милиции. То есть вы к этому отношения не имеете? Ну а зачем мне самому себе создавать проблемы? Неинтересно. У них есть все, что им надо было. У них они все изъяли. Может быть, исполняющий обязанности не знает, что налоговая милиция изымала документы? Возможно. Я у него обязательно уточню эту информацию. Я хотел еще уточнить такой момент. Там вот касательно вот этой встречи в комитете, которая была посвящена Укрспирту, говорилось еще о неких других цифрах. Например, о незаконно заниженном НДС на 213 миллионов, налоге на прибыль недоплаченном на 203 миллиона. Вам что-нибудь об этом известно? Можете ли вы это опровергнуть или подтвердить эту информацию? Мне, во-первых, ничего об этом не известно. Но я думаю, что любой здравомыслящий человек понимает, сколько ДП Укрспирту платило налогов за это время, которое мы там были. И так, я думаю, все понятно. А то, что сейчас можно сказать, что можно еще миллиард было, ну да, можно было. Еще там можно было получить прибыль энное количество, если бы не заморозили производство, допустим, биоэтанола. В этом ключе – да. Все остальное, никто ничего не занижал, все платилось в открытую, все было понятно и прозрачно. И что и привело к нынешнему нашему положению. Вот вы этой темы касались по поводу оплаты сырья, ну вы привели пример с зерном. По нашей информации сейчас есть несколько дел, которые как бы должны передаться правоохранительным органам. Речь идет про сырье на сумму около 300 миллионов гривен. То есть, как бы эти деньги, я так понимаю, были проплачены, а сырье не поставлено. О чем идет речь вообще и, в частности, говорят, что это произошло при вас? Ну, значит, смотрите, все поставщики, с которыми мы работали, со всех шли поставки. Просто некоторые поставки были отложены, я же вам уже говорил, на случай того, что если будут моменты, то есть мы заскладировали эти объемы, они были на складах. Те, которые ближе, мы перерабатывали сразу. То есть мы закупили по нормальной выгодной цене, и эти поставщики нам поставляли это сырье. Никаких там 300-500 миллионов нет. То есть то, что недопоставленных товаров на 300 миллионов нет, это неправда? Нет, конечно. Какие-то, может быть, в процессе поставок, но они все равно поставляются. Еще хотелось бы коснуться вопроса закупок предприятия. Нам говорили, что тоже очень много было злоупотреблений. В частности, я могу привести даже примеры, один из заводов покупал 30 тысяч марлевых повязок при персонале 100 человек. Это и господин Иванюк об этом тоже упоминал недавно. Дело в том, что сам завод ничего вообще покупать не может. Покупал АДП. Вот. И то, что она покупала и раздавала по всем заводам, то, как бы, да, покупки такие были. Но во чем проблема? Это необходимость производственная. То бишь, если то, что раньше они это не делали, так раньше не покупали и спецформу для рабочих. Раньше... Я понял. А 30 тысяч марлевых повязок на 100 человек, это разве не много? Почему на 100 человек? Ну, на завод, для которого они закупались, там на этом заводе работает 100 человек. Ну, честно говоря, о объеме таком повязок я, честно говоря, не помню, но, во всяком случае, все то, что закупалось, все разведено по заводам, и все подтверждено документально, и, как бы, все есть. В чем тут 100? У нас же 27 предприятий, только в которых работало. И мы планировали до конца, вот, до марта месяца запустить еще 20. Скажите, пожалуйста, а вот сколько может стоить очистка одного поля фильтрации на заводе? Учитывая то, что, как бы, они не чистились никогда, то есть, или последний раз чистились при Советском Союзе, то, как бы, это достаточно дорогостоящая, как бы, услуга, и вы можете это, ну, как бы, это же, вы мне задаете вопрос для чего? Для того, чтобы я ответил на это. Вы пройдитесь, вы узнаете у всех специалистов, сколько оно стоит, и сравните с тем, что мы сделали, и все. Я понимаю, о чем идет. Не, мы просто уточнили эту информацию у специалистов, ну, в том числе. Просто была инфа, я сейчас объясню, почему я спрашиваю, потому что там была же также информация по закупкам, что два поля фильтрации обошлись 35 миллионов гривен. То есть, по-вашему, это маленькая сумма для очистки, даже… А вы видели когда-то эти поля фильтрации? Видели, как они? Нет, конечно, я не видел. Ну, поэтому надо посмотреть объем работ, и после этого, как бы, делать какие-то выводы. И там не два поля фильтрации подчищено, а одно, и уплачено за одно. Второй договор, да, есть, но не оплоченный, и, как бы, никаких вопросов там нет. А, я понял. То есть, речь идет о двух договорах. Один оплочен, другой нет, как бы, общая сумма 35 миллионов. Конечно. И еще один вопрос, касательно обвинений, которые звучали. Ну, вы же не будете отрицать тот факт, что вы выписывали себе материальную помощь. Это правда? На 287 тысяч. Нет, я не выписывал себе материальную помощь. Это ложь. Ясно, хорошо. Смотрите, на момент, когда мы пришли, не выплачивалось вообще никаких премий, так? Угу. Вот. Мы пришли, начали выплачивать премии. То есть, получали премии все. От элементарного рабочего на ДП до каждого сотрудника в центральном аппарате. Вот то, что они говорят, это вот эти премии, которые были начислены за все это время просто по объему зарплаты. Ну, вы же понимаете, на рубль там одна премия, ну, и по садовому окладу. То есть, вот это вот эти премии, которые и были. Вот это там было. Ничего больше, никаких материальных этих не было вообще. Не, они говорят просто, что вы лично на себя выписывали. Ну… Это ложь. Чистой воды ложь. Окей. Это именно сделал этот товарищ, который начальник юр. управления Министерства аграрной полиции. Ну, да. Это, в основном, та информация, которая была подготовлена в рамках вот данного отчета на 52 страниц. Ну, это чистое ложь. Это можно, мы в суде это все будем спаривать. Ну, то есть, это неправда. Им сейчас, они уже не знают, что за что вцепиться, только бы сделать так, чтобы сказать, что мы в чем-то виноваты. Ну, ввиду этих событий, ввиду того, что вы сейчас не в Украине, я так понимаю, можете объяснить… В Украине. В Украине, да? Ага. Да. Мне об этом надо было спросить, наверное, заранее. Я хотел спросить, как вы намерены действовать дальше? Я как намерен? Намерен бороться. Ну, что значит бороться? У вас наверняка есть какой-то план действий? Есть ли он вообще? Ну, во-первых, я общаюсь с вами. Хочу донести до общественности, до всех реальную правду, то, что есть. Надеюсь очень на вашу помощь, на объективный разбор, вот журналистское расследование. Вот, я не понимаю, почему до сих пор не создана какая-то рабочая группа депутатская. Просто объективно разобраться в ситуации. Угу. Если есть нарушения, да, есть. А если их нету, зачем было загонять вот таким вот беспредельным образом? Тем более, то, что происходит на сегодня, оно показывает все то, что есть. Угу. Я понял. Вы много назвали фактов таких вот и лиц, которые с этим связаны, с этими схемами. Но это в первую очередь ваши слова. Есть ли какие-либо подтверждающие у вас факты по поводу того, что вы говорили? Именно таких фактов. Относительно каких-то есть. Ну, о том, что эти лица связаны с данными схемами, о том, что они в принципе отбирают укреспирт как липку. Ну, то, что допустим техенсервис, это фирма господина Ванечка, я думаю, это никого не вызывается мнение. Это, знаете, все их внутренние взаимосвязи, конечно, это только так же знаете. Ну, как бы часть документов у нас есть, но мы их предоставим, скажем, в нужный момент. Я вас понял. А что, плана? План у вас тоже есть. Ясно, хорошо. Я хотел уточнить еще несколько вопросов касательно в целом развития предприятия и том, что планирует сейчас нынешнее руководство. Ну, тема приватизации такая очень дискуссионная и актуальная сейчас, учитывая, что и Верховная Рада как бы забанила этот процесс. Мне очень интересно, что вы думаете сами про возможную приватизацию. Будет ли правительство пытаться продать укреспирт? Ну, не то, что будет. Оно его пытается продать с самого момента, как оно туда пришло. Меня еще господин Яценюк вызывал на урядовый комитет еще, по-моему, в июне месяц. Это мы три месяца проработали. Он вызвался, и мы когда туда шли, все с настроением, что нас там разорвут, кончат, убьют, и вообще мы оттуда не выйдем. Но мы предоставили план. Я помню циничную улыбку, когда на экране появилась надпись «Впевненный взгляд в моем буднях», как смеялись все, и как все удивлялись, и как вылазили глаза из орбиты, когда мы начали показывать цифры, которые мы сделали только за три месяца. И господин Яценюк в конце сказал, я думаю, где-то есть синаграмму можно найти, что мы его очень удивили тем, что мы сделали. И как бы мы там договорились. И должно было быть решение правительства о введении акцизов в стоимость спирта. И мы готовы были взять на себя ответственность за сбор акцизного сбора. И готовы были показать, что его можно было собрать на 40-50% больше, чем собирается сейчас. Все это было обсуждено. И даже кое-какие попытки были господином Яценюком сделаны для того, чтобы это сделать. Потому что мы получали соответствующие документы о всем этом. То есть должен был выделен быть при Укрспирте отдельный счет Минфина. То есть не Минфина, а Минфина. И Укрспирт. То есть водочник лотит одну сумму нам за спирт, вторую акциз. То есть только в этом случае мы ему отгружаем продукцию. Таким образом был механизм, и он у нас есть до сегодняшнего дня, как собрать максимальное количество налогов. Но пару бумаг пришло, мы пару ответов сделали и все. И потом господа, которые находятся рядом, все это дело уничтожили. Так я так понимаю, что на этом мероприятии господин из них что-то говорил о приватизации или нет? Ну господин, конечно. Они стянули на приватизацию, они все это дело ходили вокруг приватизации. Мы говорили, что ребята, нет проблем, хотите приватизацию? Давайте. Но только давайте ее сделаем правильно. Не будем продавать его за копейки сегодня, когда это предприятие еле-еле дышит. А давайте выведем его на нормальный уровень. Тем более спектр продукции, который может производить Укрспирт, очень большой. Вот, допустим, спирт, водка, всевозможные химические товары, омыватели, растворители, чистители. Мы до сегодняшнего дня завозим омыватели с Польши, с Германии, непонятно откуда. А у нас заводы простаивают. Тоже биотопливо. Мы способны загрузить 90% мощностей своим биотопливом. Почему? Нам просто не дали, а начали насчитывать 900 миллионов акций. Какие там мощности? 100 тысяч где-то, я так понимаю, да? Биоэтанола? Да, да. Или биотоплива. Ну биотопливо реально так, чтобы, скажем, без всяких нюансов, я думаю, 1050 по месяцу можно производить. Угу. Угу. Вот. Поэтому надо было вывести, привести его в божеский вид и начинать его тогда оценировать. Сделать национальную акционерную оценку и потихонечку, по маленькому пакетику его продавать. Я лично сторонник того, чтобы контрольный пакет остался у государства. Угу. Ну не хотите у государства, но это уже, как бы, пусть решают они, они типа умнее. Вот. Но не отдавать за бесценок, не уничтожать. Угу. Ну, насколько я понимаю, там ситуация такая, что сейчас вот и министр, и нынешние исполняющие обязанности, сколько он там будет, я не знаю, они говорят о том, что, они тоже придерживаются таких же взглядов, как и вы, они говорят о том, что никакой приватизации не надо сейчас проводить, надо работать над добавленной его стоимостью, как бы, и проводить приватизацию уже где-то там в будущем. Но какие настроения в кабинете у премьера, я в принципе не знаю. Ну, дело в том, что министр, вы же видите, лукавит. Он, когда заходил в Верховную, когда заходил на пост министра и отчитывался Верховной Раде, и о своих программе, он кричал, что надо приватизировать. И вдруг, сейчас, ни с того ни с сего, он подумался, что не надо. Ну, тоже, понимаете, немножко как-то так. То есть, тема не прокатила, вы имеете в виду, как бы, да? Нет, просто надо было зайти, будет стать министром и называть всевозможные вещи, которые нравятся премьеру, да, и все. И, как бы, нужно было залезть. А когда пришли и реально посмотрели, что там есть на самом деле, то немножко задумались. И вообще, честно говоря, вот эта позиция, когда вот чиновник на уровне премьера, министра или народного депутата говорит, что, как минимум, государство не может управлять государственными предприятиями, и что в частных руках оно прибыльное и так далее, то возникает вопрос, а что они там делают? То есть, они управляют таким же самым предприятием, только в объеме государств. То есть, они, де-факто, подтверждают что? Что они не способны это делать? Ну, тогда она, значит, должна дать тем, кто способен. Почему не может существовать высокорентабельное государственное предприятие? Не понимаю. Мы же показали, может, работает. Ну, то, что нам не дали до кида к конца. А вы можете конкретно подтвердить показателями, какие были достигнуты во время вашего пребывания в «Окрспирте»? Ну, у нас показатели некоторые от 5 до 11 раз увеличились с момента того, как мы пришли относительно, допустим, 2013 года. Условно, там прибыль предприятия у нас была в 2013 году 24 миллиона, при нас за 7-8 месяцев стало 96. Дивидендов было уплачено в бюджет в 2013 году 1,7 миллиона, при нас 26. И общая сумма налогов, если мне память не изменяет, где-то выше на 40% от всего объема, который был произведен. Так это только считайте, что мы за полгода, я вам говорю. Некоторые водочники, возможно, вы знаете даже кто, говорили о том, что приватизация, она вряд ли кому-нибудь будет интересно, потому что, цитирую, заводы – это старые стены, оборудование и территория, и никто не вкладывал в них 23 года, и это, по сути, ноль, который фактически ничего не стоит. Это говорил господин Климет. Вот, и как бы, ну, что значит ноль? Это оборудование, которое на сегодняшний день работает и приносит государству миллиардные, десятки миллиардов налогов, правильно? Это рабочие места, которые на сегодняшний день, на нем работает 7 тысяч человек, которые получают ежемесячно зарплату. Да, они в плохом техническом состоянии, но их же можно дорабатывать, чем мы и начали заниматься. То есть это все можно модернизировать. А господину Клинцу, конечно, интересно. У него в Малиновке стоит завод, якобы, по производству биотоплива, который успешно делает спирт и обслуживает все его предприятия. Уходя от акциза, вы имеете в виду, да? А? Уходя от акциза, таким образом, да? Ну, конечно, конечно. Он производит 60 тонн в сутки спирта. А я хотел уточнить, вот те люди, о которых мы говорили, они самостоятельно работали или они могли быть еще подвязаны с некоторыми водочниками. Ну, когда мы упоминали схемы. Вы же поймите, что основной, ну, бренд товаров все равно продается только то, что есть на полках, правильно? Угу. Их можно либо подделывать, либо производят те, кто производит и официальный продукт. То есть конкретно вы ничего не можете сказать по этому поводу, да? Не время. Не время, ясно. Ну, а по поводу все-таки стоимости предприятия. Там сейчас называются разные суммы. Ну, могли бы Вы сказать, сколько может стоить Укрспирт сейчас, допустим, там, или через какое-то время, если над ним работать? Я думаю, сейчас они его хотят, как бы, там, миллионов за сто, сто пятьдесят, они его гривен могут уничтожить, как бы продать. А если его, как бы, годика полтора-два пораскручивать, я думаю, ну, минимальная его цена будет, где-то около пяти миллиардов долларов. Это минимум. Но если все правильно, вы поймите, все зависит от ситуации в мире, как кризис или экономическое состояние. Но вообще, как бы, я думаю, что до десяти можно было бы его раскачать. Но минимум это пять. Какой объем инвестиций нужен для того, чтобы раскачать его, как бы, на такие суммы? Ну, объем инвестиций там нужен не маленький, но суть в чем, что предприятие само способно обеспечить свою, как бы, свои ремонтные работы, свою модернизацию и так далее, привлекать. То есть, мы же не просили ни государственных гарантий, ничего. Там предприятие само по себе, своей рентабельностью могло бы, ну, как бы, выйти на все эти, как бы, результаты. Привлечение кредитов и так далее. То есть, у нас были проведены там переговоры и с канадскими фондами и так далее. То есть, люди видели, что это высокорентабельный бизнес. И, как бы, они туда бы пошли и начали бы вкладывать туда деньги. Угу. Я хотел еще уточнить несколько, ну, один момент, по крайней мере, уточнить из того, что мы говорили. Вы говорили про Хоменко и про крымскую, как называется предприятие, я не помню. Это крымская водочная компания или как называется? Нет, нет, крымская водочная компания это совершенно… Там есть несколько цехов, которые исключительно сидели на производстве нелегальной. Сейчас это продолжается? То есть, в Крым поступает какая-то продукция? А как она поступает? То есть, можете объяснить, как она проходит через условную границу? Насколько мне известно, она идет из территории России через АТО и туда, вдоль границы, через Херсон. И таким образом заходит прям… То есть, а, в зоне АТО работают какие-то заводы и оттуда… Нет, в зоне АТО с России, из территории России заезжает сейчас на Украину. Ага, я понял. Господин Хоменко, помните, что заявлял, что он сейчас будет срочно перекрывать каналы и создавать батальон, который будет заниматься контрабандой. Ну, во всей видимости, ему нужен был этот батальон для обеспечения прохода своих, своего груза. Я понял. Ну, напоследок хотел спросить, вот чем вы сейчас занимаетесь, как бы, и я так понимаю, что судя по форме, которой вы, наверное, где-то на востоке сейчас или… Я думаю, что вы же понимаете, что в мере своей же безопасности, я пока не буду озвучивать. Я думаю, скоро все станет известно, когда, как бы, ситуация начнет принимать другой оборот. Ну, станет безопасно. Что значит другой оборот? Ну, станет безопасно, наконец-то выяснится ситуация, как бы, правда, что не так, как бы, есть, как на самом деле, что мне не захотят запихать тюрьму и там кончить меня, то, как бы, я готов приехать и, как бы, дальше давать показания, общаться и так далее. Я сейчас, вы же понимаете, я не могу сейчас сказать, где я нахожу… А, безопасно… Но я на Украине, это факт. Безопасно вы имеете в виду, в Киеве станет безопасно или в целом в Украине? В целом в Украине. Я понял. Хорошо, большое спасибо, что вы согласились с нами побеседовать. Всегда рад, готов к связи. Окей, тогда, тогда всего хорошего вам, до свидания. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok